Силамяевское телевидение 30 января на очередной сессии городского собрания Силамяя, наряду с вопросом поднятия заработной платы мэра города Тиннесу Кальбергу и председателю городского собрания Елене Коршуновой, седьмой вопрос в повестке дня о выводе из штата гороуправления видео специалиста Владимира Кротова, по сути, закрытие городского телевидения. А теперь догадайтесь трех раз, что послужила причина закрытия Силамяя ТВ. Угадали? Правильно. Где-то прибыло, значит где-то убыло. По Ломоносову закон сохранения материи. Понятно, молодой реформатор Кальберг экономит народные деньги, а вот как отреагировали народные избранники-центристы? Никак. Выборы прошли. За четыре года горожане забудут, что в Силаме было свое телевидение, которое обходилось городу всего лишь невысокой заработной платой автору программ Владимиру Кротову. Кто следующий, если завтра вдруг кому-то захочется поднять себе заработную плату? Ждите. Уважаемые избиратели, а что думает об этом Владимир Кротов? Ну, что я могу думать? Во-первых, меня обездолили, то есть у меня теперь нет доли. Никакой материальной, так скажем. Но, а если без шуток, то это недальновидная политика городского управления. То есть тех людей, которые управляют городом. Что такое телевидение? Это один из источников подачи информации горожанам. И не только горожанам, но и посредством интернета и другим жителям Эстонии. А в моей передаче, те, которые смотрят ее, наверное, видят, что в основном я показываю положительные какие-то сюжеты, для того, чтобы у людей после просмотра как-то настроение поднялось. То есть уже негатива нам хватает. Поэтому я считаю, что решение о закрытии Силамьевского телевидения неправильное. И еще, многие горожане не знают, что с повышением заработной платы мэра и председателя городского собрания повысилась заработная плата и вице-мэров, а также компенсация депутатам двум заместителям председателя около 600 евро и председателям комиссии около 400 евро. КОНЕЦ